Это Виталий Сундаков. Путешественник, поэт, человек редчайший. А редчайший, потому что сам живет так, как учит других. Живет так, как декларирует. Делает в этой жизни только то, что ему интересно. И главное, не боится так жить. В детстве я написал некий список, в котором попытался перечислить все, чего мне хочется или о чем я мечтаю. Ну, например, увидеть слона, прокатиться на верблюде, увидеть северное сияние, увидеть море, научиться драться, играть на гитаре. И вот какой-то у меня там появился список. Про этот список я однажды забыл, наверное. А обнаружил его спустя энное количество лет. Конечно же, все эти опции уже были выполнены и перевыполнены многократно. И какое чудесное совпадение? Ну, конечно же, не совпадение. Конечно же, некое программирование, аффирмация, визуализация того, что ты хотел, стала причиной этому. Мы говорим из самых благородных побуждений своему чаду. Не спорь со старшими, не лезь в драку, не лезь на дерево, упадешь, не трогай собаку, кошку, заразисься, не сиди у форточки, простудисься, не сиди у огня, обожжешься, не стой под солнцем, сгоришь, не пей сырую воду, живот будет болеть, и так далее, и так далее, и так далее. Вы посмотрите, какие кирпичики, какой фундамент мы в него закладываем. Все, что окружает тебя, природа, животные, деревья, солнце, ветер, вода, люди, предметы, все агрессивно по отношению к твоей жизни, все опасно для тебя. На днях я написал в своем твиттере такую фразу. Вчера встретил, представляете, вчера встретил человека, у которого нет мечты. Понятно, что откликов на эти слова появилось очень много, потому что это провокационные слова были, поскольку у 90% людей мечты на самом деле нет. У них есть желание, представление о собственном благополучии, но все это не мечта. Вот, сказав, что любая мечта приходит к нам силами на ее осуществление, что я не устаю повторять, нужно понять и что такое мечта, и что такое силы, и как проявляется, в чем проявляется осуществление мечты. Значит, здоровье может быть мечтой? Если ты здоров, может быть, нет, а если кто-то болен, то может быть мечтой ни одного человека. Я мечтаю, что? О мире во всем мире? Может быть, такой мечта? Может быть, мечта? Я мечтаю о хорошем доме. Вот если вы, например, если у вас цель построить город, а мечтаете вы о собственном доме, ну, вы чувствуете несоразмерность. Если ты строишь целый город, то уж по-любому у тебя там будет дом. Что такое мечта, да? Мечта – это так же, как и счастье, состояние. Состояние, разглядывая которое, мы обнаруживаем в нем краски, детали, формы. Идеально, когда твое намерение наполнено твоим желанием. Когда твое желание приближает тебя к твоей цели. Потому что цель – это максимальная яркость и проявление твоих желаний, суммы твоих желаний. А цель приближает тебя к твоей мечте. Мечта очень сильно отличается от целей, а цели очень сильно отличаются от желаний. И одна из больших проблем в строительстве собственной судьбы у каждого человека в том, что зачастую у него желания разбросаны по всему периметру, цели лежат в разных углах, если мы переходим на квадратные фигуры. Мечты зачастую нет вообще. При условии рефлекторного существования, опять же, как существует большинство, именно так все и происходит. В идеале все должно выглядеть следующим образом. Твои желания, выстроенные в одну линейку, должны показывать на твои цели. Твои цели, выстроенные в одну линейку, должны показывать на твою мечту. Весь путь от твоих желаний до твоих самых больших целей – это есть движение навстречу своей мечте. А что важнее, что главнее, что приоритетнее, что первичнее? Вот каждый человек для себя это должен определить сам. Но определить он это должен однажды. Потому что ему будут навязывать чужие мечты, чужие цели, чужие ценности и даже чужие желания. И ты начинаешь становиться декорацией, инструментом или ингредиентом в чужих желаниях, целях или мечтах. Если тебя устраивает такая позиция, ничего плохого в этом нет. Но если не устраивает, тогда объявляй открыто миру, вселенной, соседям и домочадцам, чего ты хочешь, почему ты этого хочешь, что является для тебя непременными целями, а что является волшебной мечтой. Я чего-то боялся. Я боялся, как я уже говорил, высоты, глубины, скорости, темноты, хулиганов и так далее. И поэтому приобрел соответствующую квалификацию во всех этих направлениях. Мы стремимся и говорим, что когда я буду обладать домом, яхтой, любимым человеком, энным количеством детей, гражданством такой-то территории, я, очевидно, буду счастлив. Счастье не приходит. И когда ты это получаешь, ты вдруг с опозданием, возможно, начинаешь понимать, что совсем не это счастье, совсем не об этом ты мечтал. А поменять что-либо сложно, потому что рука бросить спичку в собственноручно отстроенный замок не поднимется. А как узнать, в чем твоя миссия? Миссия – это самое главное, что наследует род, что наследуют твои дети, что наследует, если она удачно сформулирована, понята и принята. Твоя мечта определяет внутреннее содержание твоей миссии. Миссия недостижима. Миссия – это направление движения. И зачастую вашу миссию могут сформировать, сформулировать вашу миссию только после вашей жизни, ваши дети или даже ваши внуки. Одной фразой, сказав, что наш дедушка мечтал или двигался, или осуществлял все под таким-то флагом, девизом, двигаясь к таким-то целям. Я мог бы сказать любому образованному и необразованному честно, точно и предельно откровенно, как одной фразой. Но эта фраза является неубедительной, если ты не приведешь целый набор аргументов, разных по значению, по научному содержанию. То есть, я, допустим, ученому должен объяснять волновую систему мира или голографическую модель мира, для того, чтобы понять, как все взаимодействует. А на самом деле все очень просто. Думай ясно и ответственно. Вот можно произнести, например, такую фразу. Если ты думаешь ясно и ответственно, то весь мир вокруг тебя трансформируется. Он приобретает те очертания, свойства и качества, которые важны и интересны тебе. Есть теория одной минуты, например, предложенная японцам в связи с тем, что мы очень сильно обленились. Он говорит, одну минуту в день уделяй на себя осознанно и целенаправленно. Одну минуту в день. Если ты будешь каждую минуту сто процентов уделять себе, ты увидишь результаты через месяц, через год, через пять лет ошеломляющие. Мы говорим, да как же минуту? Мы восемь, шесть часов, двенадцать, двадцать, четыре часа себе уделяем. Нет. Мы уделяем зеркалам. Вот казаться таким-то, думать о несбыточном. Причем, что это несбыточно, мы сами себе говорим, это несбыточно, дай-ка я об этом подумаю. Да что об этом думать? Нужно думать о том, что ты хочешь воплотить. И если ты действительно этого хочешь, ты это воплотишь. Тогда ты ищешь как. Поняв как, ты ищешь, какие тебе нужны ресурсы, какие инструменты, какая последовательность, в какое время, с кем, зачем и почему. И невозможных вещей в принципе не существует. Вот это, это очень простая и банальная вещь. Но чем она проще, тем сомнительнее она кажется. Вот только проблемы и трудности и двигают нас к результату. Одна бабушка долго ходила в церковь, молилась, плакала, иступленно молилась. И когда удалось прислушаться к тому, о чем она молится и почему она укоряет Бога или Господа, что он отвернулся от нее, выяснилось, что у нее уже года два или три не случается никаких проблем. И она говорит, Господи, ты отвернулся от меня, ты не хочешь мне помогать, учить меня, воспитывать, заниматься мной. Почему же ты меня оставил в тишине и прохладе?